Колька, ты с ума сошел? Она ведь разведенка, да еще и старше тебя. Мать вытирала слезы краешком платка. Мам, ты хоть слова-то подбирай, разведенка. Ну не сложилось у Лены. С кем не бывает? Ты знаешь, какая она замечательная? Я уверен, когда ты с ней познакомишься поближе, ты изменишь свое мнение о Лене. А этот ее пастреленок, вся деревня от него воет. Что тут скажешь, безотцовщина? Кстати, мама, давно хотел сказать тебе, что Лена беременна, мы ждем ребенка. Давно хотел сказать? Все, это уже последняя капля. Мать махнула на Кольку рукой, вышла в сень и горько заплакала. Надежда Петровна растила сына одна. Муж умер, когда Николаю было семь лет. Сын был гордостью матери. Красивый, умный. Закончил престижный вуз. Занимал высокую должность в администрации района. Подавал большие надежды. Нет, она не позволит сыну испортить свое будущее. Я буду бороться за счастье сына, прошептала Надежда Петровна. Если потребуется, к бабке Аксенье схожу. Пусть своими заговорами исправит ситуацию. Надежда решила, что действовать надо очень аккуратно. Если враждовать открыто, то она может навсегда потерять сына. Жизнь сама все расставит по местам. Я только помогу сыну увидеть, как он ошибался. Уж я-то открою ему глаза, рассуждала женщина. На семейном совете решено было, что молодые пока будут жить у свекрови. У Лены был небольшой саманный дом, в котором зимой было очень холодно. Елена и Николай решили, что со временем построят свой большой дом, где будет много места для детей. Проснется утром Надежда Петровна, а Елена уже щебечет на кухне. «Мама, я блинчиков напекла, сырников нажарила, да чаю со смородиной заварила. Идите, позавтракайте!» Голос невестки звенит, как колокольчик. А Лена уже во двор скорее бежит, с хозяйством управляется. А на огороде ни травинки, цветники благоухают. А кинет свекровь придирчиво дом. Чистота, порядок, каждая вещь на своем месте. Стол, что скатерть самобранка, от еды домашней весь сломится. А Лена еще и угодить во всем свекрови старается. «Мама, что вам приготовить на ужин? Коля говорил, вы грибной суп любите. Мы с Тёмкой вчера полянку лисичек нашли. Такой супчик получится!» А Тёму и не видно нигде. Тише воды, ниже травы. Однажды он вошел в комнату к Надежде Петровне, увидел на полке самодельный кораблик и взял его в руки. «Кто тебе разрешил брать без спроса?» От неожиданности Тёмка выронил кораблик из рук и громко заплакал. «Бабушка, прости меня! Только не выгоняй нас из дома!» Надежда Петровна опешила от такой реакции. «Почему я вас должна выгнать из дома? Кто тебе такое сказал? Подойди ко мне, Тёма!» Мальчик, озираясь по сторонам, робко подошел к бабушке. «Баба Клава, соседка! Когда я камнем отогнал курицу с огорода, она так и сказала, что ты нас скоро выгонишь, недолго нам радоваться!» Тёмка размазывал по щекам слезы. «Мамка будет ругаться, что я без спроса кораблик взял!» Надежда Петровна погладила мальчонку по голове. «А можно ты будешь моей бабушкой? У меня бабушка умерла, когда меня еще не было. Я всегда к Степкиной бабушке ходил. Она такая старенькая, пирогами меня кормила, конфеты давала. Я тебя буду очень любить. Я буду тебя защищать от всех!» Шмыгая носом, лепетал Тёмка. Надежда Петровна прижала головку мальчика к груди и заплакала. «Бабушка, ты чего? Не плачь!» Тёмка опять заревел в голос. «А вдруг ты умрешь, как моя бабушка?» Он обхватил тоненькими ручонками шею Надежды Петровны и крепко прижался заплаканной щекой. С тех пор Тёмка и бабушка стали лучшими друзьями. А вот принять невестку Петровна никак не могла. И ведь умом понимала, что замечательная жена досталась сыну. Но что-то внутри грызло не давало покоя. Она все ждала удобного случая, чтобы невестку на место поставить и в чем-нибудь улечить. «Ой, что-то мне плохо, мама!» Лена прилегла на диван. «Еще вроде рано!» Невестка была белая, как полотно. Надежда Петровна испугалась не на шутку. Она быстро вызвала скорую помощь, позвонила сыну и присела рядом с Леной. Свекровь взяла её за ледяные руки, ласково провела по волосам. «Мамочка! Мама! Спасибо вам! За всё! За самого замечательного мужчину! Моего мужа!» Лена вытерла мокрый след от скатившейся по щеке слезы. «Спасибо, что приняли меня как родную! Боюсь, я умру при родах!» «Вот хотела сказать...» «Все рожают, и ты родишь, доченька!» Свекровь впервые за всё время так назвала Лену. «Крепись, милая!» Надежда Петровна положила руку на живот невестки. Малышка толкнулась. «Внученька моя родная, потерпи! Мамке-то как тяжело!» В душе свекрови творилось что-то непонятное, жгучее до боли. Её разрывало от любви к ещё не родившейся внучке, от чувства вины, от материнской нежности к этой чудесной женщине, в сердце которой было столько мудрости и терпения. Как только скорая забрала Лену в роддом, Петровна дала волю слезам. Она сидела в пустом доме и повторяла как заклинание. «Доченька моя милая, прости меня! Прости мои предрассудки, мою злобу и мою ненависть! Прости, что хотела разрушить вашу семью! Прости!» Через три дня Лену выписали из роддома. Надежда Петровна навела идеальный порядок в детской комнате. Всё подготовила к встрече внучки. Сын светился от радости. «Мамуля, встречай нового члена нашей дружной семьи! Прошу любить и жаловать!» «Надюшка!» Он протянул крохотный свёрток матери. «Наденька!» — ахнула свекровь. Её щёки заблестели от слёз. «Вот ради таких счастливых минут я и прожила свою жизнь! А тебе, дочка, спасибо за ангельское терпение твоё!» Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова